Группа Волощука СД давно решила на полуострове Камчатка побывать. Здесь Волощук служил, здесь набирался силы, и на всю жизнь он получил здесь вдохновение заряд. Камчатский край богатый, но суровый, здесь начинается российская земля. Народ живет здесь смелый и толковый, когда здесь утро, то в столице еще спят. Мы постараемся вам показать как можно больше вулканы, гейзеры, овачу, сивучей, китов и медведей. Памятник Берингу, Петру и Павлу, губернатору Завойко. И песни вам споем про этот край, про океан и про людей. А вот он и ресторанчик «Лось и лосось». Вверх ногами только, со стороны надо смотреть. Помните, в Москве есть ресторан «Сытый лось», не бывал, не знаю, хвалить не буду. А это «Лось и лосось». Погнали. Здравствуйте. Ну что, накормите или нет? Напоите? Конечно. Елена Ивановна, угрожают. Сейчас посмотрим. Уважаемые любители рок-музыки, мы сидим на открытой веранде ресторана «Лось и лосось». Видите, как у них тут? Принесли приборы. Лось и лосось. И нарисован лось, а внутри есть скелет лосося. Вот такой вот ресторанчик. Значит, минусы он начал зарабатывать сходу. Не успели мы сюда войти. Первое. Мы сказали, что ли на семерых, а не сделали столько на шестерых. Седьмой человек наш сидит сзади. А мы забыли. Так, вы забыли, мы вам диктовали. Прям при вас. Это минус сходу. Раз. Второе. Официант подошел минут через 20, после того мы сели сюда. Третье. Минус. Я там начал шутки шутить. А вы же знаете, что я добродушный человек. У меня же шутки не злобные. Они добродушные очень. Большинство людей их воспринимает добродушно, точно так же улыбается в ответ. Здесь их не восприняли. Это минус. Люди не понимают либо юмора, либо недовольны начальством. Это же официанты, понимаете, меня встречали. Соответственно, здесь какая-то нездоровая атмосфера. Либо то, либо то. Итого, три минуса они заработали. Сидим, ждем, когда они принесут хотя бы воды. Ресторан, конечно, экзотичный. И блюдо, в принципе, прикольное. Я вот заказал себе окрошку по-камчатски с копченой рыбой на квасе. Ну, согласитесь, это оригинальная окрошка с копченой рыбой. Надо попробовать. Ну, традиционная, конечно, икру с гренками и маслом разных сортов. Вичавыча, и нерка, и кижуч, и горбушек. Я заказал себе грибы белые и маслята со сметанкой. Хочу попробовать, умеют ли делать. Говорят, что здесь грибы хорошие. Палтуса синекорова я заказал себе, кстати. Ну, и члены рок-группы заказали кто что. Пельмени, суп сливочный с крабами и гребешками. И микс жареной рыбки. Самое главное дождаться еды. Ну, пока не торопятся, ребята. Вот так бы я сказал. Уважаемый любитель рок-музыки, официант начал исправляться. Быстро пронес воду. Мы вошли в ресторан в 15 минут четвертого. Сейчас он без пяти, четыре. Нам принесли воду. Это уже неплохо. Это уже достижение, я бы так сказал. То есть три минуса они заработали. Ну, это уже не плюс, конечно, еще, но где-то нулевая оценочка. Точку невозврата, да? Они подходят к точке невозврата. Посмотрим, куда они вернутся. Чуть не конец. Пока точки невозврата подошли. Туда пойдут или назад. Сейчас посмотрим. Уважаемый любитель рок-музыки, они начинают исправляться. Три минуты прошло, после того, как принес воду, заносят закуски. Так. Это уже плюс. Это уже плюс. Это уже один плюс, они взорвутся. Все-таки точка невозврата, а не назад, пошли вперед. А? Так, это уже неплохо. Теперь будем пробовать. А ну. А ну, а ну, а ну, а ну, а ну. А ну. Так, уважаемые любители рок-музыки, я начну с грибочков. Грибочки со сметанкой – это первое дело для русского мужика. Грибочки хорошие. Семечки. Прям со сметанкой. Очень вкусные, реально. Видите, беленький, коричневый. С лучком хорошо прям. Хорошо. Не пересоленные, не просроченные. То есть кислятины не воняют. Свежие. Хорошо, вкусно. Рекомендую всем членам рок-группы. Перехожу к селедке. Салютерской. А ну. Селедку надо тоже есть с лучком. Я же вам рассказывал. Что у нас на корабле, когда селедку привозили в бочке, это был праздник. Потому что красная рыба выловала, но Камчатка. А селедка была редкость. А вот селедку не похвалю. Знаете почему? Суховато. Селедка все-таки должна быть жирненькой. Попробую драничек. Драничек хороший, хрустящий, прекрасный. Нежный, нежный, нежный. Просто мне интересно, вот для селедки они принесли еще и вот это. Надо попробовать что-то такое. Какой-то свекольный такой соус, как пюре. Абсолютно нейтральный. Он единственное, что немножко смягчает селедку. Не такая она становится сухая. Но вот драник обалденный, нежный, нежный и хрустящий. Ну рыбное плато, да ну и есть рыбное плато. Я все пробовать не буду, попробую вот эту рыбку. Это скорее всего масляная рыбка. Ведь я люблю масляную рыбку. Она такая жирненькая, во рту тает. Хорошая. Ну и возьму сухарик чуть-чуть. Все обычно. Дальше пробовать не буду. Классическая рыба всякая. Я хочу попробовать что это за соус. Не могу понять, что она такой. А ну. Горчичный соус. Между прочим, очень вкусный. Пикантный. Вот так вот с рыбой идет. Класс. Уважаемые любители рук музыки. Они принесли еще нам гренки с икрой. Я приготовлю себе к тосту. Это только исключительно к тосту. Вот масляца с перцем. На хрустящий хлебушек. И икорки. Видите, в таком ведерке она прям красива. Это икро нерки. У нее как раз сейчас нерест закончился. Уважаемые участники рок-группы Волочуха СД. Уважаемые любители рок-музыки. Я хочу выпить за то, чтобы мы, я под мы, я подразумеваю нашу власть, наших власть имущих, наконец-то обратили внимание на этот богатейший край, чтобы его сделали воистину богатым. Чтобы сюда инвестиции пошли. Сделать его туристической меккой. За это хочу выпить. Давайте. А ну. Икра нерки. В отличие от чавычи. Чавычи крупная икра. Она такая шариками лопается на языке. А эта нежная. Она такая, как масло, тает во рту. Закуски попробовали. Они обыкновенные все. Приступаем к первым блюдам. Вот барабанчик рок-группы Волочуха СД. Заказал себе говяжье ребро. Суп такой. Ему принесли грибочки. Морковочка. И рис. Это надо дополнить. Топпинги. Наш режиссер и продюсер заказал себе сливочный суп с крабом. И гребешком. И я себе заказал вот окрошечку с копченой рыбой. Попробую. Буду добавлять сейчас все подряд. Ну сметанки обязательно. Горчишки добавлю. Я люблю. Чтоб было остренькое. И добавлю хрен. Чтоб полный был набор. Теперь перемешаем все. И попробуем. Что это за окрошка у них такая. Тут я вижу зерна икры нерки. Яйца вижу. Копченую рыбу я не вижу. Но наверняка она тут есть. Я надеюсь. Так. О. Замешал. А ну. Оригинальный вкус. Вкусно реально. Рыба пока не попалась мне. Но вкусно. Теперь попалась рыба. Еще вкуснее. Отмечаю. Камчатская кошечка. Хороша. Уважаемый любитель рок-музыки. Клавичница ругруппы Волчуха СД заказала Том-Ям. Смотрите какой оригинальный. С крабом. Обожаю Том-Ямы. Но я такого еще не видел. Видите. Прямо крабовая лежит. Лишня. Ну плюс рис принесли. Лимон как положено. На вкус не пробовал. Но вид прикольный. И вторая клавичница заказала креветки в темпуре. Тоже с грибочками я смотрю с древесными принесли. С каким-то соусом. Ну вот под впечатлением. Камчатская крошечка. С копченой рыбкой. С квасом. С горчицей, хреном и сметаной. С оригинальным вкусом. У меня родился тост. Вот я хочу выпить все-таки. За то, чтобы мы чувствовали свою самобытность. Потому что это именно то, что нравится другим людям. Когда ты не похож на других. Когда есть какая-то оригинальность в твоей жизни. В твоем окружении. В том, что ты делаешь. Даже вот перекладывая на рок музыку. Ну вот как пошла мода на этот хэви метал поп царепа шансон. Но неотличимо друг от друга. Человек делает что-то оригинально. Смеются. Хохочут. Ты не такой, как все. И смешно. Я хочу выпить за эту оригинальность. За эту самобытность. Которая и привлекает людей. Поэтому давайте. За то, чтобы мы были самобытными. Оригинальными. И не боялись этого. А наоборот развивали. И укрепляли. Свой стиль. Свой вкус. То, что мы делаем. Делали оригинальным и самобытным. Давайте. Мне принесли мое второе блюдо. Честно говоря. Визуально. Вот эти вот чебурашки зеленые. У меня где-то не вызывает. А вот это вот вроде бы как выглядит неплохо. Сейчас попробую. Оно. Хорошо, добротно приготовленный палтус. Не знаю, к чему здесь чебурашки взади. Ну попробую. Проверю. Что ж поварка имел в виду. Чебурашки положил к палтусу. Они сюда не подходят. Явно. Ну к чему он положил эти чебурашки? Чтобы был красивый вид. Это говорит о том, что человек не понимает, что такое гармония. Оно не гармонирует. Палтус хороший. Приготовлено правильно. Быстро. Не успел растаять. Все четко. Во рту тает. Соус неплохой. Я расскажу вам, как я первый раз в жизни попробовал палтус. В Советском Союзе. При том, что мы одна из самых рыбодобывающих стран были. Рыбы в магазинах не было. Вернее, ее было очень мало. И такая рыба, как палтус, считалась царской рыбой. Мы даже не знали, что это такое. Камбалу ели, было. Но там одни кости. Однажды на корабль мы загружали продукты. И морякам, матросам камбала. Мороженая камбала в ящиках, в коробках. Там по 25 килограммам. И нам вместо камбалы, почему-то там был кто-то ошибся на заводе. И запаковали палтус. И нам повар приготовил палтус. Я был просто, честно, в шоке. Это так вкусно, он во рту таял. Это нечто было. Но я узнал, что это за рыба. Это, оказывается, палтус. А что это за палтус? А это такая камбала. Такая продолговатая, огромная, толстая. Но палтус надо уметь готовить. Если ты его передержишь на протне мне или на сковороде, он просто растает. Он растечется, как снежный комик. Будет жидкость. И мы когда готовили на флоде палтус, то мы делали, чтобы быстро его подделали, запанировали. И вот ты быстро кладешь, кладешь, кладешь напротив, смазанным маслом. Только закончил гласть, уже переворачивай. Сразу начинаешь те, которые первого положил. Только закончил переворачивай, уже начинаешь снимать. Я хочу выпить за то, чтобы мы знали меру. И свою меру. И меру, когда ты что-то готовишь. Чтобы это было гармоничное соединение количества и качества. Давайте за это. Уважаемые любители рок-музыки, участники рок-группы Волчук АЭС, да не согласны со мной, что мера это гармония. Может быть. Может быть, даже я соглашусь. Но это все-таки составная часть гармонии. Чувство меры. И они, чтобы убедить меня в своей правоте, они хотят, чтобы я превысил меру свою. Я уже наелся. И вот одна из клавишниц, папа говорит, я уже есть не могу. Съешь за меня. Папа тоже не может уже. Но попробует. Вот, чтобы уже оценить этого повара. Это свиные ребрышки с каким-то соусом. Сначала без соуса. Что хочу сказать. Подкопченные. Слегка приготовлены вкусно. Но для свиных ребер суховатые. Все-таки свинина, это мясо жирное. Поэтому к ее приготовлению нужен особый подход. Не убить ее, вот эту вот оригинальность. Это то, о чем я говорю в первом тосте. Про оригинальность. Не убить. А тут убили. Сухим сделали мясо. Но попробую сейчас с вот этим соусом. Может соус спасет ситуацию. А ну. Соус в ситуацию слегка спасают. Это аджика. Вкусная. Попробую. А вот картошка жирная. Ну, парадокс. Не сделали жирную картошку, с ней жир капает. А это сухие ребра. А это сухие ребра. Ценые. Уважаемый любитель рок-музыки. Хороший повар. Это, как и любой специалист в любой профессии. Дорогого стоит. Поэтому хочу выпить за то, чтобы мы были профессионалами в своем деле. Чтобы мы были лучшими в рок-н-ролле русском. Правильно. И многие хают. Хорошо очень сказал. Его спросили. А какое, говорит, самое плохое качество человеческое. Порок человеческий. Он говорит. Я вам скажу о качестве, которое порождает все остальные пороки. Это не профессионализм. Поэтому давайте за то, чтобы мы были профессионалы в свое дело. Давайте. Уважаемый любитель рок-музыки. А наш режиссер и продюсер заказал себе камчатский микс. В который входят разные сорта рыбы. Кальмары. Гребешки. Вот такой вот микс. В томатном соусе. Пробовать не буду. Честно говорю. Я не люблю томатный соус, во-первых. Во-вторых. Я уже наелся. Вот так вот. Поэтому желаю приятного аппетита. Собородюсеру. Режиссеру. И по совместительству моей прекрасной супруге. Приятного вам аппетита. Елена Ивановна. Ну вот и наступил час икс. То есть час подведения итогов по ресторану Лось и лосось. Контрольную закупочку я сделал. Кофе латте. Сейчас буду пробовать. А ну. Горький кофе. Подвожу итоги. Мы начали с трех минусов сразу же. Официант мне понравился. Хорошо парень работал. Он быстро нам принес воду. Когда уже потом начал обслуживать. По поводу еды. Принесли закуски. Вот селедка сухая была. Грибы. Свежие. Все нормально. Значит. Вот эти миксы. Из традиционных. Камчатских. Рыб. Икры различной. Но она как будто заветренная была. Не просроченная. Но им свежестью не пахнет. Вы знаете. Как будто он отделался. Привыкли вот так вот. С холодильника подаложили. На тебе ешьте. Это закуски. Три с половиной балла. Это максимум. Принесли первое блюдо. Я заказал себе камчатскую окрошку. С копченой рыбой. Это оригинально. Ставлю четыре с половиной балла. Вот это реально было блюдо. Очень вкусное. Далее. Мне принесли палтуса. Но взять к нему это брокколи туда положить. Но оно не свистит. Ну не по вкусу. Не по виду даже. Ну не гармонирует. Поэтому палтус четыре с минусом. Однозначно. Кофе горький. Что нужно делать, чтобы кофе испортить? Ну не знаю я. Повар не понимает гармонии. Свиные ребра сделать сухими. Это додуматься надо. Картошка рядом лежит. Жирная. С него жир капает. А ребра сухие. Из свинины. Ну я понимаю, что там из говядины пересушить. Ну из свинины ажурная. К стейку принес хлеб. Ну маслом облили, прокоптили. С него жир течет. Ну как это делать так? Повар не врубается. Вот чего-то нет. У него чувство гармонии. То, что я тост подымал. За гармонию, за чувство меры. Поэтому общая оценка ресторана. Четыре с минусом. Я говорю, не три. Не хочу, чтобы уж чересчур занесли. Четыре с минусом. Официант. Просто немножко вытянул. Очень вежливый парень. Регеровый моментально. Ну и комарик меня укусил. Тут шумяш носа пух. Поэтому, чтобы вы знали, что на Камчатке хомары злобные. Они стоят на защите поваров местных и официантов. Они почувствовали, что я буду делать плохую оценку. И укусили меня на прощание. Такой маленький комарик. Подлетел, раскусанул и свалил. Говорит, на тебе московская рожа. Вот так вот. Уважаемые любители музыки. Но вы знаете, что мне настроение испортить невозможно. Я всегда рад всему, что происходит в этом мире. Мне нравится все. И пошел дождик. Это сигнал. Ребята, собирайтесь, езжайте в гостиницу. Отдыхайте и наслаждайтесь жизнью. А меня там ждет книжечка. Я же пишу книгу. Знаете, как интересно? Скоро будет книга по рок-стилистике. Поэтому всем привет. Мала-щу. Мала-щу. Мала-щу.